В Красноярске на театральной площади открылась главная городская ёлка. Праздник начался с праздничной программы для самых маленьких. Артисты, переодетые в сказочных персонажей, танцевали, пили и играли с красноярцами в игры. Но в половине шестого вечера началась торжественная часть. Горожанам показали театрализованные представления, посвященные Году кино. Красноярцы как будто побывали на съемках фильма о жизни Краевого центра. Причем именно горожане стали главными героями картины. Ну и конечно же всех пришедших с наступающим праздником поздравили губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и глава города Эдхам Акбулатов. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой они помогли зажечь новогоднюю ёлку. Хочу пожелать, чтобы 10-й юбилейный Суриковский фестиваль, который открылся накануне в городе Красноярске, стал приятной, приятной особенностью, очередной приятной особенностью нашего города. Хочу пожелать, чтобы фестиваль «Волшебный лёд Сибири», который откроется буквально через две недели на набережной города Красноярска, тоже доставил удовольствие всем красноярцам. Хочу всех вас, в вашем лице, весь миллион главных героев поблагодарить за добрые дела, которые вы совершали в уходящем году, поблагодарить вас за верность и любовь к нашему городу, поблагодарить вас за то, что вы несли людям добро. И с этим добрым чувством мы встречаем Новый год. По традиции вокруг ёлки построили городок с горками и ледяными скульптурами по мотивам известных фильмов-сказок. А самым ярким зрелищем стал шестиминутный фейерверк. И efectiva как нашел онлайн. И в конце концов мы сняли «Волшебный лёд Сибири», и всё ещё есть. Здесь в основном из «Градонная полная лёд Сибиридска» И в тюрьме мислины «Волшебный лёд Сибири» Лёд Сибири» И об этом явно сняли городок с горки. Волшебный лёд Сибири «Волшебный лёд Сибири» Продолжение следует...